И не послышусь Приветствую вас, Вадим. Приветствую. Мы рады видеть вас в нашей программе «Дети творцам». Хотел бы у вас спросить, скажите, Вадим, способность творить – это врожденное или приобретенное? Я думаю, что это врожденное, и в этом участвует непосредственно сам Творец. Он дает жизнь человеку, как написано в Священном Писании, и он дает дары человеку, соответственно, того предназначения, для чего этот человек был рожден на этой земле. Скажите, а способность эту, нужно ее развивать? Безусловно, безусловно. Над этим надо много и долго работать, вот, и прикладывать немало труда, и те люди, которые употребляли это в своей жизни, то они принесли много плода в своей жизни, и то есть они были успешны во всем. Хорошо, Вадим, скажите, а сознание вот этих способностей присутствовало у вас с раннего детства или каким-то образом пришло в один момент? Эти способности у меня были с раннего детства, и я это замечал, и мне нравилась музыка, поскольку я занимаюсь музыкой до сих пор. Вадим, скажите, а нужно ли вдохновение или особое состояние души и духа, чтобы выдать творческий шедевр? Сто процентов нужно, сто процентов, потому что, что такое вдохновение? Вдохновение, так же, как и дар, оно приходит свыше. Сам человек, он не может вдохновиться, его вдохновляет Господь. Поэтому вдохновение нужно искать, и, может быть, даже искать такой особой обстановки, где ты можешь получить вдохновение. Вот. И со мной, допустим, это происходит тоже по-разному. У разных людей по-разному это происходит. Но со мной это происходит, может произойти в душе, может происходить в постели даже, когда ты спишь или когда ты просыпаешься, да, или когда ты засыпаешься. Вы сказали, вдохновение приходит свыше. Вот скажите, если оно приходит свыше, можно ли его каким-то образом стимулировать? Вот как некоторые писатели, композиторы стимулируют его разного рода вещами, как наркотики, алкоголь. Если человек служит Господу, то, если он познал Господа, то он черпает в нем вот это вдохновение от Бога. Но если человек не знает Господа, допустим, как в шоу-бизнесе в нашем, да, то люди вот действительно, как ты назвал сейчас, перечислил, они ищут стимулятору другие наркотики. Мы очень много знаем примеров таких музыкантов, допустим, исполнителей звезд каких-то, понимаешь, которые, о их жизни известно. Ну, у вас в Америке очень много всего такого, Бритни Спирс, там, я не знаю, кого угодно возьмите, то есть, и сразу видно, откуда человек черпает это. То есть, и есть духовные эти вот сферы, которые они наполняют внутренний мир человека, безусловно, как говорит Священное Писание, от избытка сердца начинают говорить уста. То есть, приходит вдохновение из какой-то сферы. Вы заметили, что вдохновение приходит сверху, свыше, правильно? Точно. Если оно приходит свыше, приходит ли свыше чувство ответственности за неправильное использование вдохновения? И будет ли вообще наказание за неправильное использование? Это очень классный вопрос, я думаю, что оно насущное, ты знаешь, Александр, для церкви последнего времени, в котором мы живем. И каждый из нас, он должен иметь эту ответственность перед Господом за свое дарование, за свое предназначение, которое Бог вложил в Иисусе Христе. Вот. И интересно, есть место Священного Писания, вот. И это седьмой Псалом, седьмой Псалом и двенадцатый стих, то, что говорит Господь об этом. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. И более того, здесь написано, что каждый день. Не то, что, знаешь, бывает, ну вот, я в своей жизни сделаю то-то, то-то, вот, ну как-то в общем плане, понимаешь? Но это не так, здесь еще серьезнее ответственность, чем вообще на твою жизнь, понимаешь? Вадим, чувствуете ли вы призвание к определенному конкретному стилю, конкретному сужению, или вот, что вы напишете, то есть поете? Я скажу так, очень интересно этот вопрос, отвечу так, что в моей жизни мне нравилась разная музыка. То есть мне очень нравится классическая музыка, на ней я вообще воспитывался в детстве. Мне нравится рок-музыка тоже, вот, но до определенного уровня есть такой рок, который слушать невозможно, да? Ну да. Вот, там, и... Какой именно вы имеете в виду? Тяжелый такой? Да, супер-хэви такой. Вот, поэтому... И мне нравятся все стили, мне нравятся рыги, мне нравится джаз, мне нравится джаз-рок, это очень, я люблю такие вещи. Мне очень нравится гаспел, как наши братья черные славят Господа, вот это мне очень нравится, как они поют, как они играют, вообще их поклонение меня воодушевляет. Вот у музыкантов есть такая, да, вот ты сам музыкант, Саша, да? Да. Есть такая позиция, что выберись свой стиль и двигайся в этом стиле. Есть такое, да? Есть. И знаешь, какая удивительная вещь? Наш Господь, он как, вот сравнение есть такое, сравнивает, как огромный кристалл, у которого миллиарды граней. Понимаешь? И каждый стиль, он как грань. Я не могу, допустим, быть, знаешь, порой мы бываем такими христианами или такими, даже музыкантами, такими однобокими, знаешь? Вот такие, с одной стороны, такие дык-дык-дык и все. Бог хочет, чтобы мы горели разными гранями, понимаешь? Понимаю. Чтобы отобразить, вот знаешь, полноту в разных стилях. Когда приходит Бог, быть может, ты узнаешь, но на другой вопрос попробуй дать ответ. Сучки в чужих глазах ты честно замечаешь, но почему в твоих бревно закрыло свет? Когда приходит Бог, когда Его ты знаешь, и в сердце у тебя есть место для Него. Тогда приходит Бог, когда ты крех бросаешь, тогда приходит Он, когда ты штишь Его. Помните ли вы свою первую песню? Честно говоря, я не помню первую песню, которую я написал. Я помню, знаешь, то время, когда я сидел за фортепиано, о чем я говорил, что мне хотелось написать вот такую совершенную песню, знаешь, я просто часами сидел за фортепиано, просто сидел, что-то мычал себе под нос, там было, аккорды переставлял, знаешь? Да, да, да. Как бы такой поиск был у меня очень сильный. А были ли в вашей жизни песни, которые вы написали, но по каким-то особым причинам вы их не исполняли вообще? Я думаю, что, наверное, нет. Таких песен не было. Хорошо. А нужно ли учиться писать стихи, песни? Учиться надо. Учиться надо. Учиться обязательно надо. Как вы учились? Да, но я учился, больше у меня было практики, нежели теории, я скажу так, потому что в моей жизни не было, скажем так, хороших учителей в этом плане. Но было великое желание. И знаешь, вот у меня в сердце такое, когда было великое желание, то это великое желание, оно делает великие дела. А великое желание, оно приходит от Господа, на самом деле. Когда ты знаешь, ты каждый день, день изо дня, год из года, ты занимаешься каким-то делом, ты двигаешься, ты знаешь... Ну, у тебя есть просто желание и какое-то стремление, есть какая-то цель, к которой ты идешь. И вот это великое желание, оно помогает достигнуть этой цели. И не только ее достигнуть, но идти и дальше. А было ли такое, что половина песен написали, а другую половину вот... Ну, не можете написать. Что вы тогда делали? Есть такие песни в моей жизни, есть и есть некоторые песни, которые я до сих пор не дописал. Допустим, появилась какая-то мелодия, появился, допустим, куплет или припев, знаешь, просто какой-либо кусочек какой-то появился, и я его ложу как заготовка. И вот он у меня лежит в архиве, и я жду времени, пока Господь вдохновит на дальнейшее. Но не все песни, опять же, так, понимаешь, есть песни, которые рождаются сразу. Вот раз, и ты просто... Вот тебя нашел Дух Божий, да, и ты написал песню. Были песни, которые я писал вообще, спал, и во сне я просто слышал слова и музыку. Я просыпался, судорожно брал карандаш и быстрее записывал то, что Господь послал, понимаешь? Вот такие песни бывают. То есть они абсолютно по-разному пишутся, и есть такие, над которыми вот так трудно работаешь и долго работаешь.